Меня зовут Феруза, мне 26 лет. Я занимаюсь бизнесом, продаю товар на marketplace. Мне кажется, неэтичным отправлять голосовые сообщения в рабочих чатах или, например, какие-то посторонние незнакомые люди отправляют голосовые. Это, мне кажется, очень неэтично, то есть лучше отправить сообщения. Цените себя и других, уважайте. Зовут меня Сергей Лобанов. Меня всегда сильно злят голосовухи, если они отправлены без особой на то нужды. Это, как некоторая лень человеческая, я должен, типа, тут это слушать и сам расшифровывать. Когда шлют сообщения в интервале, там, с 22 часов вечера до 8 утра тоже считают неуместным, потому что, ну, блин, люди в это время спят обычно. Имейте уважение к чужому сну, пожалуйста. Я сам работодатель, поэтому я очень ценю личные границы сотрудников. Я стараюсь не писать им в выходные, в праздники, в отпуски, в нерабочее время. Если срочно нужно написать в нерабочее время, обязательно извиняюсь за то, что потревожил в, соответственно, их личное время. При общении надо стараться все-таки писать, писать короткое и по делу. Меня зовут Михаил Иванович. Мне 48 лет. Цифровой этикет – это ужасно. Вообще, сочетание. Словосочетание ужасное. Я бы для начала, да, отправил бы куда-нибудь на галеры подучиться редактора, который вообще такие словосочетания придумывает. Там, где есть цифра, там очень мало этикета. Этикет – это что-то аналоговое, ламповое. А цифра, ну что цифра? Цифра манипуляции и порабощения, поэтому там никакого этикета выйти не может. Я общаюсь вот так вот, от сердца к сердцу, глаза в глаза. Я телефон выбросил очень давно. Клянусь правой пятки. А этот стоит проводной, да. Пейджером пользуюсь. И чего? Потому что сигнал аналоговый. Вчера мне звонили вечером несколько раз из знакомого номера из Башкортостана. Ну и, собственно, раздражение большого у меня это не вызвало. Просто я не отвечал на вызов и все. Меня зовут Катя. Я считаю то, что ставить точку в конце предложения, когда пишешь сообщение, это как-то как будто пассивная агрессия какая-то. Я не знаю, я когда читаю, мне сразу становится не по себе. У меня куратор, она всегда пишет с точкой в конце предложения, когда отправляет смс, и мне прям не по себе. Но она, конечно, нам объясняет то, что она просто так привыкла, но, мне кажется, сейчас никто не ставит точку в конце сообщения. Меня зовут Олеся. Общаюсь с человеком лично, но раздражает, если она всегда в телефоне. Если кто-то максимально загружен, хотелось бы, чтобы свое время контролировали и разграничивали, не назначали встречи тогда.